Бабер Бабер, помоги тебе Хлопцы, гляньте, я как прихожусь Китайский малюнок Это выдачно, потому что завтра у нас в школе китайский выступ Правда? Правда Это добрый момент, чтобы рассказать вам историю, которая отбылась в Китае Это история князёны Святальной Кветки Я ее батька хотел выбрать ее и мужа, а князёна Захварела Я назвал эту историю Святальной Кветкой Я напочинается в палаце, где у Ладары ть великий и могутный китайский князь Шусин Йен Князь, у вашей дачки хвороба, якую нельга, а не вытлымашить, а не вылечить Если б тут был шановный онк, он бы ведал, что делать, чему он не отказывает на мои поведомления Я вельми сдомленный, але мужу зарабить все, что в моих силах, как выратовать гэтае дитя Что тебе трубует? Я все увидел Шановный онк, дозвольте запросить вас на горбату до меня в покой Коли чаровная князёна Кветка в першиню отчула гэтую хворобу У своя семнадцать гадоу принцесса выказала глыбокая жадань не паглядеть на Мора, где кога цюль три дни ходы И она пайшла туды Подчас вертанья на ее эскорт напали бандиты На счастье, неподалек был отрад моей особистой охоты под командованием одного из моих офицеров Бандиты утекли, а гвардейцы да офицер супроводжали принцессу еще два дни, пока я счастливо не вернулась до дому Ага, кто этот офицер? Молодён Локай, якому я пропоновал десять золотых монет за выселки, а он отморился Так, вы думали над тем, как знайсти мужа для светальной кветки? Я добре ведаю, что это батьковский обовязок Два годы тому князя она заручилася с богатым фэн-хунцеем И они мели побраться, а лесь витальная кветка захворела и попросила меня не адмянить заручены Ага Я не тэран и не буду выдавать дочку на супер-кэя воли, хоть и расшарованы Я пропоновал ее и шарах инших князев, и она отморилась Думаю, таки великий и махутный князь, як вы, не дозволил бы даться выйти за человека, який никогда не был богатым, высокородным и махутным Вы маэте рацию? Чтоб зарабил таки махутный князь, як вы с простым офицером гвардии, який глядзіць на князяну с каханьем Ну я б отсек ему голову, вот чтоб я зарабил Мудрая рашэння Я офицер Локай, меркую, вы хачели поговорить со мной Сядайте Мне здаецца, што Виолетный Лонг надто со старэлка блячыць хворых Нарасьте Скажите, вы вызначили прыроду хворобы моёй дачки? Так, и нават ведаю, як я ей вылечу Скажите, худшей А коль не скажу, а ля обяцаю, што князяуна окрыяе до наступной полуни, кали вы поставите тут королевскую вячатку Не читаючи, што за документ? Вы мне не довераете? Довераю, ведомаш, вы мудрец Лонг Я вам довераю, вы для меня як батька, вы ж ведаете гэта добра Дайте мне документ Дайте мне вашу повозку до эскорт, каб я поехал у Пекин Безумовно велебный Лонг, а ли у Пекин девять джён дороги Боюсь, вы надто стары и слабы, каб ехать так далёко Усёл в руках божих Ещё хаймэм эскортам командую локай Добра, як скажете День минаў за днём, без навинаў ад Лонга И князь почаў не пакоецца, што той мог померти Князяуна Кветка слабела с кожным днём Трывога перапаўняла сэрце князя, які проводзеў шмат часу ля ложка дашки А ў вечары сямнадцатыха дня палацовы вартаўник поведамеў про наблежэнне с полначай групы вяршнікаў ЧТО НОБАГА У ВЯЛЕБНАГА УОНГА? ЧАМУ ТЫ НАЗГИМ? ВЯЛЕБНЫЙ УОНГ паслаў мене чуды, бо ён баіцца, што ён худка помры и не можа падарожнышаць Ён будзе тут не ранейчым ў зыдзе новы месяц Добра, вы свабодны Не, мой князь, не, пакули я не верну вам гэта и не попрашу ў вас руки, ваша и дашкі Прихажу не князёвны, свитальны кветки Варта, схапите гэтага выскачку и учамницу Не, маё жыццё ў вашых руках, князь Алісь перша зірніця на пасланне, кое я принёс вам ад боскага сына неба Нашага велика галадара, императора Добра, спачатку я прачытаў Мы рады вітаць нашага шанунага сына письмовы запыт, якога мы отрымалі Які запыт? Відаць гэта той таймнічы дакумент, які УОНГ папрасіў мене падпісаць Мы терпліва выслухалі нашага мудрага слугу УОНГа І вырышалі згадіцца з ягонай просьбай Ды узвысіць нашага доблісценага і высокороднага сына Лукая Дарангу генерала Загатага бамуты ён будзе губернаторам провінцій Чансі Жаданні шарунага сына неба для мене зага Ты отрымаеш руку маёй дашкі, калі яна згодіцца і калі ёй палепше Але шансы ў тебе мезарныя, яна адмавляла ні адночай нашмак прихожайшим Дашка, ты згодна і вийсті загатага чалавека? Калі ва абралі яху для мене, я буду рада падпарадкавацца вашай волі Я б хотіла пісті на шпаццер уса Але перад гэтым попросіць існушкав падати обед, бо я вірми голодная Галебны лонг Долгих вам годів радості! Локай взял з собою жінку князівну квітку провінцію Чансіди І він став губернатором, і вони жили там довго і щасливо долгі годы І вони ніколі не забували, що обов'язані своїм счастьем Галебному лонгу І навучили своїх дятей шанавати його імя А я б не хотіла жити треті час ісіння лепш Гляньте, колькі висілка вкаштовала щітальна квітка жанніця з тим, кого я накахала Батька хотіла як лепша, а вийшла над ворот Добро, що там був вон, бездармаєн мудрець Я згодна, що ви не можуть дозволіть своїй датце вийсі забы кого А коли надійде чарга біться... Не торбайся, знайдем яй когось доброго Що? Ві падурелі? Тоді, бобер, ти не дозволішшим улазять у хва... Куде падзелась, я біці? Усі добре, біці Я спробую ходитися в гэтах дравляных чаравіках Але на кожному кругу падаю Ве? Це ж я і китайські костюм для віступу, які ми ладзем у школі Зараз все выйдет, мне просто потребна практика А кого вы будете играть? Я буду мандарином А я буду ящеркой, потому что это одна роль, которая застала еще Я пираканану, в твоих сдольностях, Бенджи, ты будешь наилепшей рептилией на сцене А если ты не наступишь на свой хвост, то не грым, не сетваром, а подлогу Можно прийти на этот ваш файный выступ? Я дома, куда же мы без тебя? В околице нет бобра, який плеск лучше за тебя У меня никуда не выйдет, еще буду смеяться с меня Все будет добра, бо я буду побольше подтримаю тебе Бетси, а я где ничуть в этой очаровине? Зараз, бастер, продемонструю тебе Добра Добра, поспробуй, хотя это тяжко Вас хочешь послухать, Аковед? Я? Али, теперь расскажи нам про краину, где носить комфортный обуток, бо я совсем вымоталась История называется «Багдадский шавец» Я напрашал ца, який за усё да был счастливый, хоть шмат крыл да узрабили ему люди Жил у Багдаде султан, який больш за усё любил каски тысячи и одной ночи Гарун аль-Рашид был могутным султаном Чому я не могу быть таким, як он? Я так само хочу блукать по городе под покрывом ночи, иметь тысячу и одну прыгоду У тою ночь с палацу выслизнулся тень У полной одиноте по пустых в улицах ишёл султан, шукаючи чахости, что обяцала прыгоду Раптом ён зауважи усвятлося рот в уличной темры В осветленном покое сядела семья да ела смаженые ягня и перники Заходь, братцы, долушайся, частуйся Великая радость живё в этом доме Сёня не святочный день, а вы есть те, як на свято Няма большей радости, чем отпочинок со своей семьёй Я просто шавец Весь день ёнши и тапки, а коли надо ходить вечер, ён бы дадку мою все гроши У нас кожный вечер свято Ти разумно марновать усё заробленное, а раптом якея тяжкости вас шакают Боющийся будучи, не коли не зможешь отрымать осолоды от сучасности Значно лепш жить в радости, чем сбирать золотые монеты Маючи руки и голову, на во что бояться будучи Аля коли вам довядяться зачинить свою краму, что будет с вами, жёнкой и детьми Я не пожадал бы такой беды нават лютому ворогу, аля калі чалавяк здольны думать И не боится некой працы залщоды с нойде выйти с ситуацией Дякуй за цудовный почастунок, аля мне пора исти Вы хотели меня бачить, Уладар? Минулой ночью мне приснился сон, что наш знакомитый Багдад очистился от усих напау разбуранных крамов Я лечу, что минулит, а так я повинен заробить Идите и зачините краму Шаоца на площади Эль-Фаят Як скажете, Уладар, буде выканана На наступную ночь некий тень наблизился до дому Шаоца Добрый вечер, прекрасный вечер Вы чули? Султан, який, як кажусь, покутуе от ночных кошмаров Загадал зачинить мою краму Загад султана, ваша крама буде зачинена Бояна стала бельмом и паразитом у нашим справедливым городе Не може быть, я працавал вельми сумленно Это немае значение, мы зачиняем твою краму Я больше не могу працавать с Шаоцом Але я пошел до суседев и запытал, че у них нема працы для мене До вечера я зародил достатково, как прокормиться сухих На наступный день оховники поволокли Шаоца в палац Мой сад перетворился у руины Учора я бачил пелестки ружил, раскиданное по земли И тому послал вартаунику просажить за садовником Цяпер я хачу, как ты замяни у яго Возьми шаблю и стань лябрамы саду Дякую, султан, за таки довер до мене Шаоц с шаблею похвых, подвешенной до пояса Стоял целый день на варте переду воходом у сад Под покучим солнцем Вартауник, я хачу поговорить с тобой Можешь исти до дому Але завтра, як только у стане солнце Ты вернись на посторонок у якости моего оховника Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Сёня я убачу, як шавец плача у розпачи над στοюй сголодневый семьёй Тодэ я скажу ему, кто я таки Пропаную файный подарунок Да отдячу за его счирость Утую ночь нейки тень прайшоу в улицам и болтаду Дадому шавца Заход, заход сяба Тяпер я ведаю, что вы не были счиры со мной У вас были избираженны Мне сказали, что вы стояли сёня на варте Пероцадам Галикаго султана Хай блаславить ягу Аллах, и вы не могли зарабить. Не кажите мне про султана, каб ягу воши заели. Так, я целый день оховывал ягу и вернулся до дому с пустыми руками, без ежи и петва. Але потом я вспомнил про шаблю, яку ян мне дал. Это заправдная прихожой, сделанная з наилепшую гадунка в Стали. Усим ведомо, что наш султан осёл, але крыку розыму ягу есть. И я ведал, что ян не хотел бы, каб я выкористал на некем такую каштовную зброю. Я упевнен, что ян просто дал мне ей. И тому, я продал я на рынку за гроши, яких не зарабил бы и за три дни. После чего я выразил просто дровляный меч и поклал ягу на свое место у похвы. Я переконан ян послужить мне, это также добро. Урасти, коли вы не даете человеку сумленно зарабить на жице, лечитесь с тем, что и нас ошукают. Доброй ночи усим вам и мир с вами. Ты дерзкий червяк, тебя чакаю пока ранне, Варта. Гэтый хлопец разлабал меня, вытягните мяч и отсяжите ему голову. Беликий и милосерный султан, я упевнен, что гэтый хлопец не зарабил вам некой шкоды, и он будет вечного, будякшна, калю вы пробачите его. Ты кидаешь мне выклик? Раби, как тебе кажуть, иначе наступный полетит твоя голова. Хай варашить слез. Калю хлопец виноватый, он загинет от моей руки, але калю он не виноватый, то гэтый выдатный стальный меч перетворится у древа. Ха-ха-ха, иди до дому, шавец, отчини свою краму и живи так, як завсёды. Тепер я всё заразумел. Так як ты, николе не буди непокоиться про будученью. Чтоб не здаралось, а ты заужды да си рады, тому иди до дому. Шавец вернулся домой и жил так, як и ранее. Увесь день он шил тапки, а у вечера с семьёй он пил, ел да смеялся от души. Хай ты, яхтучу, мне наполнить свою життё такой же радостью и смехом. Это ж он вельми подобный дать обеда, а то бобёр. Я устешен и бэнджи. Думаю, гэти султан повинен про королевство дбать, а не вижавать да турбовать бедных шауцул. Я на мою рацию. Кировники повинны працавать, как зарабить свой народ штастливым, а не нешчастным. Як китайская князёвна, я працую день и ночью, и мяшчасти моих подданных. Мамыць, проспел ческобити, сняла гэти строй? О, так, я так сама так думаю. Сатанаш носит шмат таких историй о прозапас. Под своим вялизным паразоном знов сбяреё нас. И на хоры идти под горой, мы на пол яго сядзим. Для малых бобров и лёгшихся бров, будь бобёр, а погоди.